МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Завод специализированной продукции в ТСР Канаж появится новый резидент. Долг Отечеству, честь никому. В канун праздника чебоксарские кадеты приняли присягу. Великая сила искусства в школах Республики впервые прошли киноуроки. В ТСР Канаж появится новый резидент. Вопрос о том, как будет реализовываться в преференциальной зоне инвестпроект, обсудили на заседании специальной комиссии с участием главы Республики. Это Канажский завод специализированной продукции. Данный инвестпроект направлен на организацию производства полиэтиленовых труб на территории индустриального парка Канаж с возможностью аренды земельных участков общей площадью 5,2 гектара. На новой площадке будут выпускать до 9 тысяч тонн полимеров, полиэтиленовые трубы для вода и газоснабжения. Запуск запланирован на начало 2022 года. Стоимость инвестционного проекта оценивает 110 миллионов рублей. По прогнозам специалистов, он окупится за два с половиной года. Профильное ведомство проект одобрило. Комиссия по рассмотрению заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСР Канаж проект также поддержала. С инвестором будет заключено соглашение. На ТОСР уже работают три резидента. Они производят химическую продукцию, промышленные холодильники, перерабатывают алюминий. Четвертое по счету предприятие позволит создать еще пять десятков новых рабочих мест. Канаж активно двигается вперед по пути достижения целевых показателей. Здесь очень важно отметить, что мы за последний год проделали очень большой объем работы для того, чтобы систематизировать все процессы, для того, чтобы этот индустриальный парк и возможности ТОСР города Канаж были максимально эффективно реализованы. Мы реализовали проекты подачи газа и иных инфраструктурных объектов. И на сегодняшний день есть все для того, чтобы инвесторы здесь активно реализовывали свои проекты. И ровно для этого мы сейчас активно трансформируем институты развития, поддержки развития малого, среднего и крупного инвестиционного процесса на территории Чувашской республики, с тем, чтобы все формы поддержки были объединены в одно место. И в зависимости от необходимости они комплексно представлялись инвестору. По словам сити-менеджера города Виталия Михайлова, территория индустриального парка для запуска своих новых проектов потенциально рассматривают еще три организации. Напомним, что по теме развития преференциальных экономических зон руководителя региона уделила особое внимание своем послании. До конца первого полугодия Минэк должен подготовить заявку на расширение перечня разрешенных видов деятельности на территории ТОССР Канаш. В ходе рабочей поездки подвели итоги года. В топ проблемных вопросов, по мнению жителей города, вошли плохое оказание услуг ЖКХ, низкое качество дорог, отсутствие благоустройства и ремонт школ. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. В преддверии Дня Защитника Отечества в Чувашском государственном театре оперы и балета собрались те, кто посвятил жизнь служению Родине. Защита Отечества – это наша работа, говорят участники сегодняшней встречи. Они гордятся российской армией, способны отразить любую атаку. Современная военная техника дает жителям страны уверенность в завтрашнем дне. Подтверждением этого стал фильм о командно-штабных учениях военно-воздушных сил России, прошедших недавно на Кавказе, где мощь и сила оружия представлены наглядно. Среди военнослужащих немало династий, когда Отечество защищали прадеды, деды, отцы и сыновья. Преемственность поколений – мощная патриотическая сила. Сейчас, когда мы видим уже возрожденную, набравшую силу российскую армию, которая способна отразить любую атаку, конечно же, мы и гордимся, и в то же самое время испытываем чувство и защищенности, и уверенности в завтрашнем дне. На торжественном собрании были вручены награды, а праздничный концерт стал подарком для всех. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Для ветерана Великой Отечественной войны феоктиста Васильева 23 февраля – особенный праздник. В этот день он вспоминает тех, с кем защищал Отечество плечом к плечу. На этих черно-белых фотографиях вся жизнь ветерана. Ему уже 95 лет, но он бодр и активен. На фронт феоктист Александрович попал в 1943 году, а до этого работал щитоводом в Батаревском районе. Направили меня в 2-ю учебную стрелковую бригаду курсантам, 18-й учебный стрелковый полк, минуметную роту. Эта бригада готовила младших командиров для армии, но нас не присвоили на чержатские звания. А направили сразу 9-й возрастной десантной армии. Срочно надо было восстановить армию. Ветеран помнит в подробностях весь фронтовой путь. Такое не забывается. Как было тяжело и страшно, как умирали сослуживцы, и как наступила долгожданная победа. На наступлении был ручным пулеметчиком. Когда освободили государство Венгрии, перешли в государство Австрии, территория была горнистая. Когда наступали на сопку, мне как ручной пулеметчиком ранили правую руку. День победы встречался я в очевидях. Утром, когда проснулись, было слышно арсиллерийские салюты, честь победы. Все наши раненые обрадовались, некоторые плакали, некоторые пели, некоторые плясали. Домой Феоктист Александрович вернулся в декабре 47-го. Работал в налоговых органах инспектором. У него трое детей, внуки, правнуки. Своих 95 ветеран прекрасно себя чувствует и наслаждается каждым прожитым днем. Человек долго летит. Алкоголем не балуюсь, не курю. Наверное, влияло и то, что в лесу много работал на свежей музыке. Сзади города я сам тоже теперь занимал. Посадка вот, и там деревья растут. Там у меня и стол есть, и туплетки есть. Иногда там я сижу и отдыхаю. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин, Республика. В преддверии Дня защитника Отечества воспитанники Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Кочетова приняли присягу. Присягнуть на верность родной стране. Кадеты отдают себе отчет в том, что теперь их жизнь тесно связана со служением. Но это их осознанный выбор. И военное дело стало частью обычной учебы. Обещаю свято хранить и соблюдать традиции армии и флота Российской Федерации. Хорошо учиться, беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам. Быть честным, храбрым, дисциплинированным и преданным кадетскому братству. Чувашский кадетский корпус принимает ребят со всего Приволжского федерального округа. Классы, тематические кабинеты, залы для спорта и отдыха оснащены современным оборудованием. Рядом бассейн и хоккейная коробка. Физическая подготовка имеет здесь особое значение. Для себя путь подготовки защитников очистства по тому направлению, которое вы позже уберете. И это, конечно же, очень отрадно, очень почетно. Но и желаю вам на этом пути только успехов. На торжественную церемонию были приглашены коллеги из других школ. На встрече говорили не только о достижениях и успехах, но и о проблемах, которые надо решать всем вместе. В штатном списании отсутствуют офицеры-оспитатели. Это материальная техническая база, о которой говорили уже сегодня, и в полном объеме соответствует современным требованиям. Кадетская школа, реализуя введение нового федерального стандарта, находится на попытках поиска новых моделей организации учебно-оспитательного процесса. У кадетского движения все больше последователей. В обычных школах растет число специализированных классов. Все больше ребят хотят служить Отечеству. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии стартовала всероссийская акция «Наши защитники». Волонтеры Победы поздравили с наступающим праздником мужчин, которые стоят на защите нашей безопасности и здоровья. Росгвардия, МЧС, полиция, врачи – это лишь малая доля тех, кто обеспечивает безопасность Родины и ее граждан. Поздравить их с наступающим праздником решили и волонтеры Победы. Первым праздничный сюрприз получили полицейский кинолог Михаил Исана. Хотим вам пожелать здоровья, счастья, благополучия, хорошей зарплаты. Пусть в вашей жизни будет больше ярких и положительно хороших событий, меньше трудностей и проблем. Спасибо вам большое за вашу службу. Спасибо. Конечно, я считаю, что такие поздравления – это очень отлично. Работники Росгвардии с поздравлениями получили и несколько вопросов от волонтеров. Почему вы выбрали именно эту профессию? С детства мечтал. Тоже мечтать с детства. Себя хотел служить. Работа в Центре оперативного управления нарядами у МВД России требует постоянной концентрации и напряжения. Но и здесь постарались создать мужчинам праздничное настроение. Здравствуйте. Мы хотим вас поздравить с наступающим праздником и пожелать вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Приятным сюрпризом визит волонтеров стал и для работников МЧС. Эмоции исключительно, конечно, положительные. Приятно, что люди приезжают, поздравляют, ценят. И как людей из службы, кто служит в армии, кто служит в рядах силовых структур. Очень приятно. Конечно, нужно как-то подбадривать, поддерживать людей. Ведь у всех тяжелую службу. Служащие МЧС в качестве ответного подарка провели небольшую экскурсию для волонтеров. Работники ДПС, полиции, доктора также получили поздравительные открытки. Думаю, эта акция нужна и она очень важная. Потому что можно не только поздравить людей с праздником наступающим, которые воевали там где-то или еще в чем-то, но и также поздравить других людей, чей труд очень тоже важен. Безусловно, мы хотим сказать им огромное спасибо за то, что они выполняют свою работу ежедневно и делают это не просто так, а делают своей любовью. Ульяна Пятакова, Бахтияр Велиев, Республика. 21 февраля в России отмечают День фельдшера. Сегодня это одна из самых востребованных профессий. Буду помогать людям, буду ближе к природе. Так решил герой нашего сюжета и отправился в Ядринский район по программе «Земский фельдшер». Силу Янымово с населением 200 человек 550 лет. 11 февраля здесь открылся современный, укомплектованный, необходимым оборудованием фельдшерский пункт. Молодой специалист прибыл из Чебоксара по программе «Земский фельдшер». Павел Сорокин уже успел поработать в разных службах и городах, но тянуло в родные края. Когда-то в детстве в соседнюю деревню бабушки приезжал на каникулы. Павел очень любит природу, свежий воздух, размеренную сельскую жизнь. «Надоедает уже городская света, хочется подальше от города свое жилье, свой дом. Приехал, да, по совести, помогать людям сюда, оказывать медицинскую помощь квалифицированную. Главную задачу для себя я это поставил. В деревне сейчас начали открывать, папы, ну, сами посмотрите, сейчас тепло, все уютно, все модернизировано уже все в наше время, вот, и поэтому потянуло». Санитарка Василиса Васильевна раньше работала в старом фельдшерском пункте. Сравнивает, как здесь уютно, чисто и тепло, приятно работать. Особенно, когда на селе народ дружный, хочется помогать каждому. «Начали строить новый фельдшерский пункт в ноябре у нас. Вся деревня помогала, мужчины наши крепкие приходили, помогали. И люди с удовольствием приходят, радуются. В нашем поселении семь деревень. И отовсюду люди приходят сюда за советом, за лечением. Фельдшер у нас молодой, Павел Александрович, очень хороший, энергичный». Павел Сорокин принимает в двух фельдшерских пунктах. Второй находится на расстоянии 17 километров. Обещали дать служебную машину. «Здравствуйте, проходите». «Здравствуйте, Андрей Анатольевич». «Давление, иногда скачет. Пришел провериться. Фельдшер наш, молодой молодец, специалист. Проверил, измерил, назначил, лекарство выписал. А раньше нам из-за этого приходилось в Ядрин ездить. Сейчас он в двух шагах вышел, прогулялся, пришел, вылечился. Спасибо. И фельдшеру спасибо». «Хорошо, что появился у нас фельдшерский пункт. Можно прийти и молодым, и взрослым на прием». Екатерина Шиверова, Сергей Копеев, Республика. Исторические памятники. Работа по выявлению объектов, связанных с засечными чертами 16-17 веков по инициативе президента страны, идет по всей России. В Чубаксарах состоялся межрегиональный круглый стол на эту тему. Из Википедии известно, что много веков назад засечная линия представляла хорошо продуманную систему пограничных оборонительных сооружений, в которую входили города-крепости, их охраняли сторожа. Они служили защитой от врагов. В Государственном историческом архиве хранится схематичная карта земляного вала, называемая в некоторых старинных документах «карлинской чертой». Его составил землемер Богомазов еще 22 сентября 1798 года. Земляной вал проходил по правую сторону реки Корла близ села Рождественская, ныне Шамуршинского района. Занимал 12 десятин 600 сажений земли. Около деревни Андреевка земляной вал имел изгиб в сторону города АллатРь, пролегающий через лесной массив. Черта – памятник истории и культуры федерального значения. О сохранении таких уникальных объектов, их популяризации и шла речь на круглом столе. Историки, студенты, представители органов исполнительной власти, члены молодежных организаций обсудили комплекс мероприятий, направленных на изучение наследия. В школах Чувашии прошли первые киноуроки. Проект «Единая Россия» существует уже несколько лет. В этом году к нему присоединилась и наша республика. Какие выводы делают школьники после просмотра картин в нашем материале? Коротко о сути проекта. Фильмы снимаются в разных регионах, школьники принимают самое непосредственное участие в их создании. В короткометражках рассказывается о нравственных ценностях, таких как справедливость, чувство долга, честь, совесть и других. Александр – один из 32 фильмов, созданных специально для проекта киноуроки в школах России. По сюжету старший брат спасает младшего, когда тот попал в опасную для жизни ситуацию. Невозвращенный долг стал причиной похищения. Помогает ему его друг, который увлекается историческими реконструкциями. А образ Александра Невского стал для них примером мужества и чести. Школьники смотрели фильм на одном дыхании. В фильме меня больше всего зацепила последняя сцена, на которой мы видим, как мечта мальчика сбывается. Он видит своего кумира и ему удается передать ему открытку. Впечатления, если честно, смешаны, но сам фильм заставил нас задуматься об понятии ответственности, о том, как она проявляется и о том, на ком она лежит. На первый показ в Чувашию приехала сценарист-режиссер Елена Дубровская. Ей было важно воочию увидеть реакцию ребят. Вот я вам честно скажу, я этим проектом хотела бы взять на себя ответственность огромную, немыслимо огромную. Я хочу быть ответственна за живые сердца наших детей. И я в вас верю. Разговор с детьми был откровенным. Здесь не делали общих выводов и не вешали ярлыки. Формат свободного микрофона позволял юным зрителям высказывать свою точку зрения. Каждый человек ответственный не только за себя, но и за каждого своего окружающего, в том числе родителей, семья, родственники, одноклассники и так далее. Мне бы очень хотелось показать этот фильм моему младшему брату, чтобы он тоже, потому что я самая ответственная в семье, ответственна за него, ответственна за своих родителей. И хочу, чтобы когда я ушла в университет и оставила его одного, чтобы он сам мог вести себя правильно. Проект разработан совместно с Центром развития интеллектуальных и творческих способностей Intelrost. Часть средств на создание фильмов школьники находят сами. Дети аккумулируют макулатуру, сдают ее, получают первоначальный капитал, конечно, при спонсорской поддержке. На эти деньги создаются фильмы. И сами дети, кто собирал макулатуру, сами становятся героями этого фильма, сами его снимают и даже участвуют на съемочных площадках. Потом они участвуют в премьере, идут по красной дорожке. И, конечно, они заряжаются творчеством. Они создатели. Это то, чего не хватает в наших школах. Вот этого духа созидания. Такие киноуроки пройдут и в других школах республики. Это не просто показать фильм. Этого недостаточно. За этим фильмом стоит глубокая работа с детьми с точки зрения ценностей, которые должны быть сформированы в их внутреннем мире и с точки зрения правильных ценностей настоящего человека. В рамках проекта предусмотрено создание 99 короткометражек. Следующий фильм с участием школьников снимут в Чувашии. Татьяна Трофимова, Александр Отяков, Республика. Катание на ватрушках, лыжах, коньках, рыбалках. Активные виды зимнего отдыха в праздничные дни особенно актуальны. Но имейте в виду, февраль этого года может стать самым холодным за последние 35 лет. Сотрудники МЧС и Следственного комитета убедительно просят не забывать о правилах безопасности. Когда провалился человек чуть ближе, 3-4 метров подходить нельзя. Обычно вот правильно говорится, что-то надо кинуть, веревку какую-то, да? А сам вообще человек, когда проваливается, не мочить голову желательно. Почему? Потому что человек вообще в шапке должен остаться желательно. И снимать эту шапку. Это сделать можно, потому что повиснул человек на льду, осталась голова сукая. А большой процент тепла уходит у человека через голову. Остается он в шапке, тепло сохранит дольше. Как вести себя, если провалился под лед? Что нужно брать с собой на рыбалку? И главное, как помочь человеку, если он оказался в воде? Сотрудники МЧС и Следственного комитета напомнили правила безопасной рыбалки. Это называется в простонародье шинцы, кто-то называет, кто-то ларки, царапки. Вот этими средствами, может, действительно, они удобные очень, да. Не мешают они вроде, да. А вот если что-то случится, смотрите, вот таким движением я их вытаскиваю и вбиваю в лед, видите, это такие вот шинцы, да, вбиваю в лед и выбираю. Здесь еще есть, видите, свисток, сигнальное средство, то есть можно даже позвать на помощь. Катание на ватрушке – одно из самых опасных развлечений. Именно из-за него больше всего обращений в травмпункт. Чаще всего дети получают переломы ног, бывают и травмы с сотрясением или ушибом головного мозга. Поэтому детям нельзя кататься без присмотра родителей. Ты знаешь, что нельзя кататься в таких вот необорудованных местах? Тебе кто-нибудь об этом рассказывал? Нет. Если выехать на лед, то лед не везде может быть крепкий, то есть могут быть какие-то родники бить снизу, да, подмывать лед. Это незаметно. Сверху кажется, что лед везде одинаковый, но стоит ватрушки, она неуправляемая. Съехать куда-то в сторону и запросто можно провалиться и попасть в холодную воду. И от этого может быть беда. Так что больше так не делай. Хорошо. К счастью, в нашей республике в этом году не было случаев смертельного травмирования детей в результате таких катаний, но мы призываем родителей в грядущие длительные выходные дни проявить особую бдительность и внимательность, соблюдать меры безопасности, не выходить на катание в необорудованных для этого местах, на стихийные горки. Но если вы все-таки приезжаете в такие места, обязательно сами проверяйте горку. Нет ли там кочек, деревьев или каких-то иных препятствий, в которые может врезаться ребенок. Цюбинг развивает большую скорость, и его невозможно остановить или перенаправить. Одной из площадок регионального чемпионата WorldSkills Russia в компетенциях охраны окружающей среды и электромонтаж стал Канажский транспортно-энергетический техникум. О том, какие задания выполняли участники, чтобы доказать свой профессионализм в нашем сюжете. Такому в школе не учат. Замерить уровень шума на рабочем месте сварщика, оценить при этом вред окружающей среде. Все это задания профессионального конкурса. Соревнования длятся три дня и проходят по трем модулям. Задания связаны с выбросами в атмосферу. И так как на данный момент, вообще на сегодняшний день, это очень важно для вообще в принципе всего мира. И я думаю, что в дальнейшем я смогу работать по этой же профессии. И благодаря WorldSkills я тоже многому научусь. В компетенции электромонтаж среди участников только парни. Молодые профессионалы всю работу делают вручную. Соединяют провода, подключают свет и даже выпиливают необходимые детали. Серьезная работа требует полной отдачи. Здесь нет права на ошибку. К соревнованиям допущено только шесть человек. Для многих конкурсантов подобный опыт первый. Для них главное не победа, а участие и приобретение опыта. Это незабываемый опыт. Это очень нужный опыт, потому что учишься быстро выполнять работу, качественную работу выполнять. Также закрепляется знание именно в чтении схем, нахождении каких-то неисправностей в них, и сам монтаж щита и электрооборудование на стенах или потолках. Я стараюсь занять призовое место, использую все свои навыки, которые приобрел при обучении в техникуме и на практике. В национальной дискуссии, проведенной в рамках чемпионата, обсудили преимущества подобной подготовки рабочих кадров, основанной на мировых стандартах. Главная задача конкурса – дать студентам базовые знания, которые они будут в дальнейшем применять на производствах. Победители представят Чувашию в финале национального чемпионата, который пройдет в Уфе в июле этого года. В национальной библиотеке Чувашии прошел отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Своеобразное соревнование придумали в Новосибирске в 2011 году, а в прошлом оно получило статус мирового. В Чувашии чемпионат проводится уже в пятый раз. Щечки, 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 ямочки, комочки, целый день до ночи, улыбайтесь, щечки. Чтобы стать участником чемпионата, не обязательно быть профессиональным диктором, актером или иметь опыт выступления дома на стульчике. Зарегистрироваться мог любой желающий. Таких набралось 11 человек. По правилам участники в неформальной обстановке читали вслух без подготовки выбранные организаторами тексты. Жире оценивало технику чтения и артистизм. Михаил Михайлов. Полон надежды, земле ты вверяешь зерно золотое и ожидаешь весной радостно всхода его. Что же боишься на поле времен своей сеей деяния? Мудрости смелый посев тихо цветет для веков. Лучше всех справился с волнением и мастерством соперников радиоведущий Дмитрий Редичкин. Это его четвертый чемпионат. Первые три раза я приходил побеждать. Сегодня приходил потусить. Несмотря на тот большой достаточно опыт публичных выступлений, все равно дрожь в коленках, руки трясутся, голос дрожит. И первый тур – это всегда провал, это всегда очень сложно, это всегда очень страшно. Второй – все проще и проще. И в конечном итоге я уже свыкся с той мыслью, что я пожизненный второй. И в принципе на последнем туре уже никакого страха не было. Так просто кикуражился. В этом году этапы чемпионата планируется провести более чем в 200 городах России, а также в США, Аргентине, Франции, Англии, Германии, Грузии, Чехии, Эстонии, странах Северной Африки и Ближнего Востока. Финал чемпионата состоится летом 2021 года в Москве. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Это были главные новости субботы 20 февраля. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных.